Время, которое мы не знаем, мы не знаем, что мы не знаем. Время, которое мы не знаем, мы не знаем, что мы не знаем. Я говорила о том, что нельзя толкать, нельзя пациента двигать. Не наложили лангет сразу. Это в течение больше 50 минут. Почти перед приездом второй скорой, которая прибыла к нам благодаря редакции газеты «Наше время». Только благодаря им была нам предоставлена другая скорая помощь, 304-я бригада. А первая, это 309 была. Находясь в БСМП с 25 декабря, с полвосьмого вечера, моему мужу сказали однозначно, с его травмой нужно положить его госпитализировать именно на операцию. С этого момента мы в ожидании трех дней ожидали, что нас посетят представители ГАИ или дознаватель. Но у нас тишина. Пока я не стала выяснять, кто у нас дознаватель, кто занимается нашим делом. И сказали мне, что это не так все срочно. И дали телефон нашему виновнику. Его жена приходила ко мне. Мы пообщались ни о чем. После этого никаких звонков не было ни от кого. Ни от дознавателя, ни от виновника в ДТП. И пролежав даже до 11 января в больнице, я уже, как говорится, сама общаясь с дознавателем, он настаивал. Я ему сообщила в первый наш разговор, что у меня есть видео. Он настойчиво просил ему предоставить его. Но я не посчитала нужным, так как 2 января 2018 года он обещал посетить мужа, он не посещает. Я решила поехать сама. Хотя бы что-то ознакомиться с протоколом. Мне сказали, что протокола нет. И дали просто определение, типа выписка, о том, что произошло, какого числа. Мы не хотим, чтобы кто-то был сильно наказан. Но мы хотим, чтобы все было по справедливости. Виновник признал свою вину. И чтобы мой муж получил компенсацию за моральный и физический вред. Он работает строителем. На его предприятии легкого труда нет. Скорее всего, он останется без работы. Субтитры создавал DimaTorzok